приветствую вас на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты поздравляю всех с рождеством крестовым и у нас хорошие новости сегодняшнее видео очень даже праздничное поскольку мы наконец-то закончили все-таки ремонт комнаты для щенков и сегодня у нас не только рождество но и на василье у молочни сегодня у них будет первая ночь в новом доме ну что же добро пожаловать давайте сделаем рум-тур по нашей щенячьей комнате что же у нас получилось в итоге сделаем такое обзорное видео и я все расскажу подробненько итак на входе в щенячью комнату рабочий уголок в котором стоит шкаф шкаф для литературы для пеленочек для пледов этого добра всегда нужно очень много чтобы вырастить помет щенков и в этом шкафу очень удобно хранить как раз комплект пледов ну и пеленочки конечно литература опять же почитаем на досуге и с другой стороны у нас рабочий стол с дополнительным освещением здесь же по правую руку дополнительно все розетки включатели включатели света теплых полов розетки ну и датчик теплых полов тепловой датчик те же рубильник так и большую часть этой комнаты занимает сам щенятник выделен он вот такую отдельную зону вот этот тот самый пьедестал о котором я так много рассказывала на нем у нас стоит холодильник на холодильнике лампа для кварцевания открытого типа она ну в общем такая вот это лампы уже нового поколения щенков конечно нужно удалять на время обработки но они уже более гуманные эти лампы здесь же вот остается место для отдыха соки возможно здесь можно поставить миски в общем дополнительная площадь которая недоступна щенкам здесь же можно и самой посидеть отдохнуть положить подушечку ну когда щенки маленькие найдется найдется для чего использовать этот пьедестал и сам сам щенятник сама зона щенятника по центру вот этой зоны здесь проложены теплые полы ну скажем половину территории занимает теплый пол вторая половина которая ближе к стенке тут не будет стоять туалет она ну просто кафельный пол почему так задумано ну именно потому что в зоне туалета теплый пол нехорошо все равно щенки будут попадать мимо глоточка мимо пеленочек и запах конечно же испаряется этот аммиачный и атмосфера общая в питомнике будет не очень приятная нездоровая поэтому для теплых полу выделена только выделена только часть территории так я думаю такой способ себя оправдает оптимально будем надеяться так ну и декоративная конечно же часть как же без нее ну как же без нее хотелось же сделать красиво вот не просто комната для щенков но все таки же это ясли можно сказать поэтому Симочка здесь уже улеглась Сима самая первая самая первая зашла обследовать территорию калиточка у нас вот такая калиточка открывается закрывается Симона через нее в принципе спокойно может перепрыгнуть при необходимости щенкам уже до определенного возраста калиточка выхода не будет так ну и давайте все таки о декоре вот такая вот красота у нас украшает стены и декоративные полочки которые кроме декоративной функции несут еще ну и некоторые полезные например на нижней полочке можно хранить самое очень важное одно из важных таких элементов как туалетная бумага влажные салфетки может быть там что-то еще когти резочку можно положить покласть вот такое что-то что должно быть под рукой всегда можно держать на этих полочках ну и конечно немножечко украшательств как же без них игрушки опять же щенящие всякое нужное и полезное вот так все это выглядит так уколочек для туалета сейчас стою на полу очень приятно ножкам полы уже нагрелись прям красота диванчик для мамочки мамочка тут уже лежит дежурит Сима дежуришь дежурит и рабочая зона рабочая зона на данный момент мне кажется что это все очень удачно придумано и все должно быть просто вот замечательно и функционально и красиво посмотрим как это будет работать я думаю время подкорректирует может быть что-то мы как-то будем менять пока я всем довольна и конечно же сегодня у нас будет большое переселение щенков аллилуйя потому что пока мы проводили ремонт они у меня были в ванной и это конечно непросто 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 теперь у них есть свои апартаменты свой замечательный новый дом и ближайший месяц уж точно они проведут в этом доме ну а потом потихонечку переберутся на улицу вот такое у нас верхнее освещение дополнительное освещение типа ночника ну я конечно рассказывала но стоит наверное упомянуть может быть кто-то не видел предыдущие видео принудительная вентиляция сделана в потолке вытяжка достаточной мощности для этой площади даже с запасом чтобы хорошо все вытягивалось вот у нас получилась такая комната оп переступаем обратно вот такой вид от входа очень рада что мы закончили ремонт хотя бы к рождеству были планы к новому году но оказалось работы больше чем кажется и тем не менее сегодняшний праздничный вечер малышня проведет уже в новом доме ура и вот оно великое переселение кардиганов помет фе в новый щенятник и малыши сразу же занялись своим основным занятием хулиганством кто хулиганит кто изучает территорию кто-то писает что вы заметьте сразу на пеленочке хорошее начало будем надеяться что так и дальше пойдет что писать мы будем на пеленочке исключительно хе-хе-хе. Хорошие дети да хорошие дети вот геи а мамочка тут рядышком лежит балдеет дразнится такая лежит и думает не достанете меня, не достанете. Вот такой наш щенятник. И малышам здесь найдется чем заняться. Ну и я буду периодически снимать для вас новости нашего питомника именно из этой комнаты. Да, да, вот так. Ой, такая красота. Ну и напоминаю, что, конечно же, в питомнике есть свободные щенки Велишкорги Кардиганов от прекрасных родителей, титулованных с хорошими тестами по здоровью. Будем надеяться, что наши малыши найдут самые достойные, хорошие, настоящие руки. И мы будем еще многие лето дружить с семьями, так сказать. поэтому обращайтесь. И на этом мы с вами прощаемся. Мы ждем вас, гости. Пока-пока.